Глубокий океан С точки зрения науки, дело о планете Земли Земля, морская бездна, последний рубеж Над нами безграничное небо, мириады далеких звезд и планет Новые миры, которые однажды могут стать гораздо ближе Однако космос не самая большая загадка На Луне побывалось десяток человек, но здесь бывали только двое Дно океанской впадины Самое глубокое место на планете Мы присоединяемся к двум бесстрашным покорителям океана Отправляющимся в эпическое путешествие Путешествие к самому глубокому месту мирового океана Через все океанические слои Во время длительного погружения мы остановимся в каждом слое Чтобы открыть его тайны, используя современные технологии исследования Под водой группы ученых-биологов исследуют красивейшие коралловые рифы Инженеры придумывают новые технологии Которые позволят нам взять пробу полезных ископаемых, залегающих на дне океана Странные организмы, живущие на дне, заставляют ученых переосмыслить представление о жизни на планете Не думаю, что многие понимают, что планета Земля жива Это живой организм И большая его часть находится на глубине Большая часть его тайн под водой Мы начинаем путешествие на поверхности, глядя на океан сверху Если осушить океаны на этой модели Можно отчетливо увидеть каждый океанический слой Из которых состоит ландшафт загадочного дна Континенты окружают мелководие Глубина шельфа здесь редко достигает нескольких десятков метров Континентальный шельф — это продолжение континента под водой Но в среднем, в 60 километрах от края континента, глубина резко падает до нескольких километров Эдакие глубоководные равнины Эти равнины находятся в среднем на глубине 4 километра Они составляют большую часть планеты Занимая примерно половину океанического дна Посреди равнин проходит горная цепь Длиной в 65 тысяч километров Это в 4 раза длиннее, чем Гималай, Анда и Скалистые горы вместе взятые Наша конечная цель находится под этими горами Самое глубокое место на планете Марианская впадина Эта впадина почти 70 километров в длину и почти 11 километров в глубину Она достаточно большая, чтобы поглотить гору Эверест целиком Для Боба Болларда, нашедшего Титаник, глубокий океан Самый большой вызов для ученых-исследователей Погружение связано с риском Мы дышим воздухом, привыкли ходить по земле, любим солнце Но тут попадаем в абсолютно другой мир Гораздо более необычную среду, чем, скажем, на Марсе или на Луне 50 лет назад двое мужчин приготовились отправиться в этот незнакомый мир Который ни до них, ни после не видел ни один человек 23 января 1960 года ВМФ США снаряжает необычную подлодку неподалеку от острова Гуа в Тихом океане Этот реестр, подводный аппарат, который, как надеются инженеры, выдержит экстремальные условия В одном из самых отдаленных и негостеприимных мест на Земле Марианской впадине Лейтенант Дон Волш готовился к этому историческому погружению в течение 9 месяцев Это был простой рабочий день Не хочу хвастаться, но это было не так сложно До этого мы сто раз погружались и хорошо знали, как работает аппарат День просто обещал быть долгим Триест — большой, странно выглядящий аппарат, который называется батискаф Он больше похож на летательный аппарат, чем на подводное судно Большая часть батискафа — это 18-метровый бак Под ним маленькая кабина, где Дон Волш и его товарищ Жак Пикард будут тесниться в течение всего путешествия Кабина была очень маленькой Мы вдвоем находились в пространстве по размерам сравнимым с большим холодильником Так что в следующий раз, когда пойдете к холодильнику за пивом, представьте, каково там было работать Двум взрослым парням Основной бак сверху кабины заполнен 106 тысячами литрами бензина Однако именно бензин, который имеет меньшую плотность, чем вода, позволяет Триесту быть плавучим Погружение можно начинать только после того, как балластные баки будут заполнены водой Это сделает Триест более тяжелым, и батискаф начнет погружаться Он на пути к Марианской впадине Запертые в кабине внутри, Уолш и Пикард надеются, что Триест выдержит давление С этого момента любая ошибка может оказаться фатальной Как любое путешествие, погружение на дно впадины начинается с первого маленького шага В мелкие воды континентального шельфа Через иллюминатор батискафа мы видим фатическую зону океана Здесь солнечный свет нагревает воду И позволяет растениям вырабатывать энергию через фотосинтез Создавая важнейший элемент пищевой цепи Большинство морских организмов живет в этой тонкой прослойке океана Когда начинаешь погружение, оказываешься в освещенных слоях океана Где вокруг тебя плавают красивые рыбы и акулы На глубине 20 метров мы уже далеко от нашей привычной среды обитания твердой земли Акваланги позволяют нам побывать в этом магическом месте Но мы можем пробыть здесь лишь недолго Объем воздуха в баллонах ограничивает время пребывания под водой Возвращение на поверхность сопряжено с опасностью Последствия от перепада давления могут быть очень серьезными Чтобы понять всю красоту этих мест Нам нужно больше, чем короткий осмотр Нам нужно долго находиться под водой Исследователи нашли путь, как это сделать На глубине почти в 20 метров, где-то в 5,5 километрах от острова Аки и Ларго Архипелага Флорида Кис Находится станция Аквариус Она принадлежит Национальному комитету по изучению океана и атмосферы США Это единственная подводная лаборатория в мире В этом контейнере из стали в течение 10 дней могут находиться 10 исследователей Здесь они могут изучать коралловые рифы В рифах обитают целые колонии микроорганизмов Это настоящая сокровищница жизни Профессор биологии Марк Хей из Института технологии штата Джорджия Проводит исследования в Аквариусе Это похоже на затонувший в океане школьный автобус Он примерно такого же размера Здесь достаточно воздуха Это отверстие – выход в океан Через него ученые попадают в аквариус и покидают его Сжатый воздух внутри подводной станции не позволяет воде заливаться внутрь И таким образом ученые могут жить и работать на глубине 20 метров С помощью станции биологи могут находиться под водой до 9 часов Что в 9 раз больше, чем при обычном погружении Чтобы восполнить запас воздуха, они возвращаются на станцию Вместо того, чтобы подниматься на поверхность Благодаря телефонам, СВЧ и компьютерам станция Аквариус может служить ученым домом За исключением одного очень важного удобства На станции нельзя допускать появления дурного запаха Так что в туалет мы ходим за пределами станции Мы плаваем к одному из этих маленьких павильончиков Внутри которых можно дышать Это своего рода дачные туалеты, но только под водой Просто нужно снять гидрокостюм и сделать все необходимые процедуры Но, к сожалению, иногда походы в туалет вызывают интерес местных обитателей Рыбы нетерпеливые иногда могут довольно агрессивно вторгаться в ваше частное пространство Жизнь вблизи кораллов и населяющих их животных Дает редкую возможность ученым узнать больше об этих морских лесах Аквариус позволяет биологам получить беспрецедентный уровень доступа к коралловому рифу Кто знает, какие сокровища ждут ученых Наш конечный пункт назначения – глубже райских коралловых рифов 99% нашего путешествия проходит глубже аквариуса С каждым метром становится все темнее Давление растет, а температура падает Время отправляться глубже Всего лишь спустя несколько десятков метров нашего 11-километрового погружения Окружающая нас среда сильно изменяется Все меньше и меньше света попадает на такую глубину И океан начинает менять цвет Постепенно исчезает голубой и зелено-голубой И появляются разные оттенки серого А затем наступает полная темнота Здесь, на глубине 107 метров, Триезд наталкивается на невидимый барьер На глубине нескольких десятков метров температура воды снижается с 21 градуса по Цельсию до 10 Большая часть солнечного тепла поглощается верхними слоями океана На этой глубине вода менее плотная Но глубже, меньше света, значит, что нас ждет более холодная, более соленая и плотная вода Океан состоит из слоев Наверху теплые слои, ниже более плотные и холодные слои Барьер между этими слоями называется термоклин Батискаф Батискаф – это всего лишь шар, наполненный воздухом Мы погружались в теплой воде, но когда достигли термоклина, батискаф оказался недостаточно тяжелым, чтобы пробить его И отскочил, как мяч от температурного барьера Триезд слишком плавучий, чтобы пройти через плотную холодную воду И он застрял Чтобы пробиться, экипаж избавляется от маловесящего бензина Став менее плавучим, Триезд пробивает барьер и погружается дальше, на пути к Марианской впадине Мы на глубине в 200 метров И это больше, чем высота монумента Вашингтона Мы входим в мир сумрака, который называется мезопилогической зоной Едва ли 1% солнечного света достигает этой глубины Температура падает ниже 5 градусов по Цельсию Однако даже здесь можно найти полезные ископаемые Под покровом морского дна залегают нефть и газ Чтобы обеспечить добычу этих ресурсов Некоторые аквалангисты погружаются на глубину свыше 300 метров Однако давление на такой глубине такое высокое, что погружение превращается в очень сложную и опасную процедуру Нам необходим технологический прорыв, чтобы преодолеть ограничения традиционных методов погружения Прорыв, который надеется совершить изобретатель Фил Ньютон Годы профессионального дайвинга научили Ньютона выдерживать огромное давление, которое способно убить человека Если работаешь в океане, начинаешь преклоняться перед его безжалостностью, мощью И понимаешь, какие мы хрупкие и ничтожные Мы как медузы с костями Такие слабые и легко уязвимые В возрасте до 30 лет у профессиональных водолазов кости могут быть такими же хрупкими, как и у 80-летних больных остеопорозом Поэтому Ньютон разрабатывает защитные костюмы, которые делают погружение глубже 300 метров более безопасными и легкими Чтобы опускаться глубоко, нужна защита И чем лучше защита, тем больше шансов выжить Костюм Тритон Это все равно, что подводная лодка, которую можно надеть Твердая алюминиевая оболочка защищает водолаза и поддерживает атмосферное давление внутри костюма Самая последняя модель – это экзокостюм Он снабжен широкоугольным обзорным иллюминатором И может содержать воздуха достаточно, чтобы дышать 48 часов Костюм сделан из металла толщиной 6,3 мм, который выдерживает высокое давление Он также довольно гибкий Когда узкая часть этого кольца внизу, рука сгибается Это из-за того, что эти два кольца сближаются А когда они расходятся, рука снова выпрямляется За счет этого происходит сгибательно-разгибательное движение 20 таких суставов дают водолазу почти полную свободу движения Добравшись до места назначения, водолазы должны быть способны работать И для этого им нужны руки Ньютон создал роботизированные руки С захватывающими поворотными пальцами Большой палец поворачивается Такое движение пальца очень важно И доступно только некоторым приматам У остальных животных этого нет И это позволяет нам использовать все остальные пальцы для захвата Его механическая рука делает то же самое Он может хватать, держать и перемещать объекты с удивительной ловкостью С его помощью можно поднять карандаш, расписаться, поднять мяч Бросить его о стену и поймать вновь и так далее И все это благодаря большому пальцу и возможности захватывать объекты Вот так Помимо костюмов Ньютон разработал несколько подводных аппаратов Но они работают только на глубине менее километра Дальше давление слишком велико, чтобы они могли работать безопасно Глубина 915 метров, примерно 10% от нашего пути Внизу лежит мир, лишенный солнечного света Где властвуют темные океанические скалы Мир изменчивой природы, где создается скалистая поверхность планеты И жизнь здесь, кажется, отвергает законы физики Первые несколько десятков метров мирового океана Полны солнечного света, растений и животных Но по мере того, как мы погружаемся вглубь Мы попадаем на незнакомую территорию Где обитают странные существа На глубине 3000 метров мы попадаем на глубоководные равнины Они составляют почти половину океанического дна И большая их часть совершенно лишена каких-то особых черт Но посреди равнин находится нечто невероятное Настолько необычное, что меняет наше восприятие океана, геологии и даже жизни в целом Срединно-океанический хребет Огромная горная цепь Тянущаяся вокруг планеты длиной 64 тысячи километров Все равно как шов на мече для бейсбола Это самая большая и самая вулканически активная горная цепь на планете Боб Баллард Один из немногих, кто видел ее вблизи собственными глазами Я называю ее колыбелью Земли Так как здесь берет начало ее внешняя оболочка Еще 40 лет назад Срединно-океанический хребет был большой геологической загадкой Как возник этот хребет на дне океана? Согласно теории тектонического движения плит Земная кора состоит из нескольких стыкующихся плит Когда две плиты сталкиваются, образуются горные хребты Но на дне океана плиты не сталкиваются, а расходятся Такие горные хребты, как Гималайя или Анды Созданы в результате схождения плит И можно представить, как это происходит Две плиты сталкиваются, деформируются И возникают горы Но как возникла океаническая горная цепь? Как могут возникнуть горы, если плиты расходятся? В этом нет смысла В 1960-х годах геологи пришли к объяснению Срединно-океанический хребет — это огромный пузырь Расплавленная порода поднимается из мантии между плитами И формирует эти горы Магма остывает и затвердевает Формируя горную цепь в сотни метров в высоту Это правдоподобная теория, но возникают проблемы во время ее проверки Вода, окружающая океанский хребет, должна быть теплой Подогреваясь магмой, вырывающейся наружу из мантии Однако температура вдоль хребта оказалась ниже, чем ожидали ученые А если нет тепла, это может значить, что нет и магмы И нет объяснения происхождения хребта В 1977 году Боб Боллард возглавил экспедицию, целью которой было найти ответ Многое зависело от результатов экспедиции Подтверждение наличия тепла подкрепило бы теорию вырывающейся магмы Так что Боллард использовал самые современные технологии 70-х годов Прибор называется Ангус Эхолокационная геологическая подводно-исследовательская система А по сути представляет собой крупный прибор на веревке Тяжелая клетка Ангуса защищает датчик тепла Этот датчик посылает показания температуры на командный мостик корабля Ангус также оснащен фотокамерой, чтобы запечатлеть океаническое дно Мы не могли видеть фотографии до поднятия Ангуса назад То есть спустя многие часы после съемки Но у нас с ним была одна связь Это показания температуры Кривая температура была прямая, ровная И вдруг как взлетит, мы поняли, что датчик попал в горячую воду И записали время скачка Является ли это свидетельством наличия тепла, который искали ученые? Они вытаскивают Ангус назад на корабль Боллард и его команда аккуратно сверяют данные датчика с фотографиями И результат сногсшибательный На фотографиях отверстий, из которого вырывается горячая вода Как раз в тот момент, когда Боллард зафиксировал увеличение температуры Наконец, гипотеза о том, что магма создала океанский хребет, подтверждается И то, что тепло выходит из отверстий каналов, объясняет Почему в других местах горной цепи температура ниже Но фотографии показывают кое-что еще То, чего никто не ожидал Там, где холодная вода Фотографии показывают черную лаву Но в горячих местах все меняется На каждой фотографии, сделанной с интервалом 12 секунд, одна лава Но затем, когда мы приблизились к магическому моменту Вода стала мутнее А потом моллюски, сотни моллюсков больших на дне океана В это сложно поверить Жизнь не должна существовать в этих темных водах без света Чтобы получше все рассмотреть, Боллард возвращается к срединноокеаническому хребту В специально созданном исследовательском подводном аппарате Нам говорили в учебниках, что солнечный свет не может достичь океанского хребта А значит, не может быть фотосинтеза Не может быть растений, а без них и жизни Но все оказалось не совсем так Боллард и его команда взяли пробу и связались с биологами на берегу Мы сказали, что у нас есть большой червь длиной в 2,5 метра И они ответили, что? Они не могли поверить И я сказал, что им придется поверить Потому что он был прямо передо мной, в моих руках Сообщение Болларда поразило биологов Они попросили его сохранить находку Они сказали, что бы мы положили его в формальдегид А мы ведь не биологи, у нас нет его формальдегида Они тогда спросили, есть ли у нас водка Мы им сказали, что они посягают на наши запасы Вы ведь понимаете, когда мы надолго в море Берем с собой немного спиртного А тут нам пришлось эти существа опускать в наше спиртное Экспедиция Болларда разрешила одну геологическую тайну Но встретилась с биологической загадкой Находка опровергает предыдущее предположение Что без света не может быть жизни Ученые считали, что основа жизни это фотосинтез Но здесь Нашлась жизнь без света Так как эти странные организмы существуют в темном океане? Во время экспедиции к срединокеаническому хребту Исследователь Боб Боллард и его команда Обнаружили совершенно новую экосистему Здесь на глубине в 2700 метров Жизнь процветает, несмотря на кромешную тьму Мы увидели невероятное разнообразие существ Но самое поразительное было то, что свежая лава Вся была покрыта организмами Ее просто не было видно из-за них Такого вообще не должно было быть Отсутствие света должно означать отсутствие растений Отсутствие растений должно означать отсутствие животных Так как же выживают эти животные? Отгадку нашли не с помощью самих животных А с помощью воды Когда мы подняли наверх воду, которая выходит из каналов Открыли канистру Мы сразу почувствовали запах сероводорода Гидротермальные каналы находятся в местах повышенной вулканической активности Это те места, где лава и газы прорываются через земную кору А среди газов и сероводород Для людей он ядовит Но для существ, роящихся возле каналов Он источник жизни Мы начали понимать, что бактерии через миллионы лет сообразили Как скопировать фотосинтез в темноте Одноклеточные бактерии смешивают сероводород с кислородом, чтобы производить энергию Эта химическая реакция питает рост бактерий Позволяя им жить абсолютно без солнечного света Эти бактерии являются основой всей необычной экосистемы Биолог Брия Говенар из Института океанографии в Вудхолле Изучает связи между бактериями и другими существами, живущими возле каналов Обнаружение жизни возле гидротермальных каналов изменило наше представление о биологических системах И с этого момента открылись бесконечные возможности Говенар изучает кольчатого червя, одного из тех, что живут на каналах Это представитель кольчатых червей, вида рифтия пакептила Это гигантский кольчатый червь, длина колец которого может достигать от 1 до 3 метров Червь использует губку, чтобы фильтровать сероводород и кислород из воды Но он не использует эти газы сам, а передает их бактериям, живущим внутри него А эти бактерии используют сероводород и кислород для производства простейших сахаров Которые питают кольчатого червя Это поразительное и очень эффективное партнерство Каждый литр воды из канала содержит достаточно сероводорода, чтобы произвести 700 калорий в результате реакции с кислородом Бактерии используют энергию, чтобы производить простейшие сахара Питаясь этими сахарами, червь может вырасти до 3 метров в длину Бактерии – это источник жизни в этой экосистеме Моллюски и улитки питаются ими А их, в свою очередь, поедают хищники, такие как рыбы, крабы и осьминоги Бактерии превращают безжизненные пустоши океанского дна в оазисы жизни Они также могут таить в себе разгадку возникновения жизни на Земле и даже больших тайн Доктор Крис Джорман из Института океанографии в Вудхоле посвятил 18 лет изучению гидротермальных каналов Мы совершили открытия, которые дали ответы на вопросы о происхождении жизни на Земле Там на глубине уникальные экосистемы, фауна Каждый раз, когда мы опускаемся туда, мы находим новые виды В 2006 году Джорман обнаружил самые горячие каналы из когда-либо найденных Эти каналы извергают токсичную кислоту Температура которой достигает 370 градусов по Цельсию Не похоже, чтобы это было подходящей средой для жизни Но Джорман находит в кислоте интересные элементы В этой жидкости целый ряд сложных органических молекул Таких, которые, возможно, требуются для возникновения жизни Каналы извергают химические вещества, которые могут поддерживать определенные формы жизни И они также могут помочь объяснить происхождение жизни на Земле Они начинают строить фундамент жизни А жизни пока не появилось Джорман считает, что вулканические каналы могут помочь узнать о жизни за пределами Земли Нет причин, по которым такое не может иметь место в другой части Земли На других планетах Солнечной системы или за ее пределами У нас уже есть хорошие примеры на спутниках Юпитера Немного меньше, чем наша Луна, Европа является спутником Юпитера Некоторые ученые считают, что под ее ледяной поверхностью находится жидкий океан И, возможно, гидротермальные каналы Может ли на Европе быть жизнь? Исследователи космоса и океанологи должны объединить усилия, чтобы найти ответ Эти странные каналы, богатые растительностью и животными Полные ключей к разгадке происхождения жизни Являются источником драгоценных материалов Гидротермальные каналы извергают чистейшие драгоценные полезные ископаемые Медь, железо, цинк, золото, серебро и платина выбрасываются в океан Металлы настолько ценные, что, возможно, станет экономически целесообразным Добывать их на этой глубине Нет никаких сомнений, что в срединноокеанических горах И в этих вулканических каналах огромное количество ценной руды И по мере того, как мировые запасы этих ископаемых уменьшаются Добывающие компании будут постепенно переходить на добычу под водой Так же, как это делают нефтегазовые фирмы Каналы могут сыграть даже более важную роль для человечества Некоторые исследователи мечтают жить здесь Изобретатель водолазного костюма Тритон Фил Ньютон Мечтает о колонизации гидротермальных расщелин Там достаточно тепла, чтобы питать энергией целую колонию людей Это видение совершенно нового мира Колонии два с половиной километра под водой В одной из самых враждебных сред на планете Но даже здесь, в одной из самых агрессивных сред на планете Мы все еще в восьми километрах от пункта назначения Мы переходим в самое загадочное место на Земле Глубочайшую часть океана Мы в мире бесконечной темноты Где выживают только по-настоящему странные организмы На борту Триеста Дон Волш погружается сквозь эти жуткие темные воды Прибор показывал постоянно увеличивающуюся глубину Но проще было смотреть в иллюминатор, чем на приборы Так как вокруг нас на глубине 11 километров Были светящиеся существа Мы смотрели на эти существа, которые перемещались за бортом Примерно с нашей же скоростью Со скоростью 55 метров в минуту Триест направляется к своей цели Каждый метр это дополнительные 90 килограммов на квадратный метр давления На глубине в 5,5 километров давление уже в 500 раз выше, чем на поверхности В воде человек ощутил бы на себе давление в полтонны на каждый квадратный сантиметр тела Такое давление вмиг раздавило бы большинство подводных аппаратов Как пустую жестяную банку Чтобы предотвратить разрушение стен аппарата Инженеры Триеста сделали батискаф максимально прочным Стальная конструкция батискафа имеет форму сферы За счет чего давление распределяется равномерно Части батискафа скреплены вместе эпоксидной смолой Однако все равно есть поводы для беспокойства Во время испытаний Триест был сильно поврежден Клей не выдержал Был большой взрыв На стык была слишком большая нагрузка И клей не выдержал Единственным, что удерживало три части батискафа, было давление воды Давление воды удерживало три части кабины вместе Но Триест необходимо было быстро починить За три недели до погружения в Марианскую впадину Команда успевает починить батискаф Только если будет работать, не переставая посменно Один из моих унтер-офицеров Сделал ремни Они и сейчас на Триесте Они удерживают три части кабины вместе Залатанный Триест отправляется к самой глубокой точке планеты И это самое серьезное испытание для него Батискаф приблизился к отметке в 6 километров Ремни в порядке Триест продолжает движение Волши и Пикард опускаются в неизвестность В океанскую впадину Так же как океанические хребты создают земную кору Впадины разрушают ее Впадины возникают, когда океанические плиты сталкиваются И одна заходит под другую Нижняя плита опускается вглубь И ее часть плавится в магме Эти впадины, канавы в дне океана Больше похожи на долины Склоны впадин очень пологие Волш попадает в самую глубокую из всех впадин Марианскую На востоке от Филиппин Эта впадина имеет глубину в 4,5 километра Относительно глубоководных равнин Сейчас Батискаф на глубине примерно 9 километров от поверхности Давление, оказываемое на Триест Теперь в 900 раз больше, чем на поверхности Неожиданно случается самое страшное, что могло произойти Взрыв сотрясает Батискаф В своем путешествии на дно океана Триест наконец погружается в Марианскую впадину Это шрам на дне океана Длиной 2250 километров И шириной 69 километров Впадина глубже, чем высота Эвереста Тысячи людей взбирались на самую высокую гору Но Волш и Пикард первые и единственные из тех, кто опустился в эту впадину Давление воды на Батискаф огромное Неожиданно его сотрясает взрыв Взрыв здорово напугал Волша и Пикарда Если бы Батискаф дал течь, мы бы даже не узнали об этом Все бы закончилось в два счета Там давление 800 килограммов на квадратный сантиметр Нас бы не стало мгновенно Но мы все еще были живы Трещину дало самое слабое звено Триеста Внешний иллюминатор Внешний иллюминатор сделан из акрилового пластика, а не из стекла Люди обычно считают, что это что-то мягкое и непрочное Однако все наоборот Это потому, что акрил имеет удивительные свойства Под высоким давлением он начинает вести себя, как густая жидкость Он начинает деформироваться Во время глубоких погружений, в принципе, во время всех погружений Но особенно Это заметно на больших глубинах Иллюминатор начинает немного вгибаться внутрь кабины Миллиметра на два, на три и немного Такое свойство иллюминатора позволяет ему выдерживать огромное давление и не лопаться Но на глубине 9600 метров даже этого недостаточно, чтобы противостоять высочайшему давлению И один из иллюминаторов лопнул Внутренняя часть остается водонепроницаемой Позволяет Риестру продолжать погружение ко дну впадины Однако опасные аварии, такие как эта, и есть причина, по которой немногие ученые готовы опускать на дно океана После погружения Триеста многие считают, что нет смысла опускать людей так глубоко на дно Сегодня вместо хрупких людей исследователи используют дистанционно управляемые аппараты и роботов Которые могут преодолевать трудности пребывания на глубине И один из самых ярых сторонников использования беспилотных аппаратов Тот, кто сам покорил глубины океана, Боб Боллар Для меня чудесный момент перемен настал в 79-м году Когда мы организовали экспедицию к гидротермальным каналам У нас была первая цветная цифровая видеокамера Видеокамера позволяет лучше разглядеть подводный мир, чем через маленький иллюминатор Затем Боллард изобрел новый прибор, который называется «Арго» Будто глаз на веревке, этот беспилотный аппарат посылает видеоизображение со дна на командный пункт 1 сентября 1985 года изобретение Болларда совершило удивительную находку Затонувший Титаник Лежа на глубине более 3,5 километров в Северном Атлантическом океане Титаник оставался ненайденным более 80 лет Робот Болларда добился успеха там, где пилотируемые батискафы потерпели поражение Ему не нужен воздух, еда и даже не требуется мелкий ремонт И он может работать недели, а не часы, исследуя дно океана Сегодня ученые строят новое поколение морских роботов Они могут погружаться глубже, чем раньше И они все меньше зависят от человека Некоторых роботов даже программируют на то, чтобы думать, принимать решения И реагировать на то, что они находят Но не все убеждены, что они полностью заменят человека Люди слишком оптимистично относятся к роботам Потому что по телевизору показывают, как они прыгают, выигрывают в шахматы Но на самом деле они глупы Когда возникает непредвиденное В этом и состоит преимущество человека Потому что ты никогда не знаешь, с чем придется столкнуться Роботы отлично работают по программе Роботы могут оказаться нашим будущим Но десятки лет назад на Триесте они даже не рассматривались Команда исследователей положилась полностью на хрупких людей Доверив им пилотировать батискаф и делать научные наблюдения Крепкий батискаф смог защитить их от страшных опасностей Которые таит в себе глубина Спустя 4 часа 45 минут Батискаф опустился на самое дно океана В самое глубокое место на планете Экипаж замедлил ход И Триест дотронулся до дна На глубине 10 920 метров Мы знали, что достигли дна Потому что видели его и чувствовали Мы просто погружались, пока не кончился океан К счастью, это было мягкое приземление И листое, нетвердое дно Я могу описать дно как кашу Светлая субстанция, но очень тонкий слой И когда мы приземлились, вокруг поднялись облака этих отложений На глубине почти 11 километров давление более чем в тысячу раз больше, чем на поверхности Но даже в этой негостеприимной среде есть жизнь Мы видели рыбу, глубоководного вида, плоскую, как палтус Два глаза с одной стороны Она глубоководная, значит, не приплыла туда, а живет там уже давно А если есть одна, значит, есть и другая Уолши Пикард в течение 30 минут проводит наблюдение Прежде чем подняться на поверхность и озариться лучами славы Неподалеку от острова Гуам Исследовательский бытескав ВМФ в США Триест возвращается на поверхность после погружения в Марианскую впадину Самое глубокое место в Мировом океане Ее глубина больше 11 километров Наше исследовательское путешествие закончилось Мы побывали в странном и чудесном мире Несмотря на все богатства, все чудеса Сегодня 95% Мирового океана остаются неисследованными Неразгаданная часть нашей планеты под водой В ожидании новых поколений бесстрашных исследователей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok